Открыл выставку Донецкий городской глава Александр Лукьянченко. В художественном выставочном центре представлена экспозиция из 250 снимков победителей фотоконкурса «День-2012», победителей прошлых лет, в том числе донецких авторов. Таким образом, дончане смогут взглянуть на разные уголки нашей страны, на наш город и на себя не только в настоящем времени, но и в ретроспективе. Фотография – это не просто иллюстрация, но одновременно и контекст, и подтекст. Такова концепция этого международного фотоконкурса, в котором участвуют как профессионалы, так и начинающие любители. Ведь его основная идея – это интеграция Украины и попытка уловить дух времени. Фотография общепримиряющая. Общественный консенсус начинается с талантливого фото, потому что человек приходит и наедине с этим получает собственный опыт эмоциональный. И мне кажется, что это дорогого стоит. Нам нужно проявить страну. Она у нас не состоит только из острых моментов, из какой-то чернухи. Она у нас многоцветная, великолепная, очень интересная, очень разная. Лариса Ившина рассказала, какими критериями руководствуются жюри в оценке конкурсных работ. Я, когда мне говорят, это же субъективно, я говорю, конечно, это субъективно, это абсолютно субъективно. Но для того, чтобы получить право на субъективность, нужно 14 лет этим позаниматься, определить для себя, что ты хочешь, что ты видишь в стране, какую ты ее понимаешь. И твоими глазами отбора, конечно, профессиональные критерии. У нас работают профессиональные высококлассные фотографы. Мы знаем, кого приглашать для того, чтобы оценить это. И в конечном итоге это подтверждение, уже многолетнее народное признание всех таких томов, исписанных, откликов с разных регионов. Конкурс имеет несколько номинаций. Особое место в экспозиции занимает победитель номинации для юных фотохудожников «Свит от Шима Дитей». Вначале мы были, конечно, так, знаете, гуманны, снисходительны, пусть дети присылают, всех выставим. А сейчас они так смело взялись за конкуренцию, что уже вопрос не снисходительности, не полноценные участники, очень много талантливых детских работ. Поддерживает ЮНИСЕФ много лет эту номинацию. Галерея на колесах после презентации в Киеве каждый год отправляется в путешествие по Украине. В этот раз Донецк стал вторым после Луцка городом, куда она прибыла из столицы. Выставка продлится до 25 марта. Вход бесплатный. Наталья Волошина, Александр Худалей, 1-й, муниципальный.